Девушки отдыхают Получит супер-приз зеленый кубок! Странно, что он не зеленого цвета, но не суть. Самое главное, что снимать и комментировать гонку буду я! Ставьте лайки и залетайте на мою трансляцию! Ведь уже скоро мы начинаем! Вы только посмотрите, какие классные тачки! Это работа лучших изобретателей города, инженера и флоры! А фермер, похоже, взял с собой группу поддержки! Я без нее никуда! Кого-то не хватает! Эврика! Куда же без нее? Искусственный интеллект подключен Эврика, что это? Запись номер 111. А флора еще глупее, чем я думала. Это моя новая разработка. Искусственный интеллект. Благодаря которому любая машина может ехать без помощи водителя. Когда мы сегодня победим, я докажу, что мой искусственный интеллект намного лучше и умнее любого человека. Это мы еще посмотрим. Смотреть вы будете только на мою спину во время гонки. Гонка началась! Но что это? На старте остался один участник. Это Эврика с ее научным экспериментом. Ох, интеллект. Ставлю задачу победить. Задача принята. Ой. Ну что ж, теперь все наши участники на трассе. На нашей гонке бешеная скорость. Но кто же победит? Пока что у всех равные шансы. Это удивительно, но Эврика и ее искусственный интеллект догоняют фермера. Корова, ты в порядке? Вычисляю оптимальный угол обгона. Можно сказать, темная лошадка обогнала коровку. Хотя почему можно? Я так и сказал. Загружаю алгоритм прогнозирования. Да, похоже, искусственный интеллект и правда умнее гонщиков на трассе. Суперскольжение. Гонка для Эврики дается слишком легко. А впереди разворачивается нешуточная борьба. Гиперреакция. Быстрее всех оказывается Эврика. Похоже, нашего будущего победителя придется разбудить, чтобы вручить ей кубок. Эврика легко обошла всех соперников в гонке. Но впереди Флора. Сможет ли искусственный интеллект одолеть ее? Давай, давай. Запись номер 112. В машину нужно добавить подушки. А вот и Флора. Счастливо оставаться. Не так быстро. Соперник занял лучшую траекторию. Накал нарастает. Флора и Эврика едут буквально ноздря в ноздрю. Флора! Интеллект. Задача включить двигатель на полную мощность. Уточнение. Возможен перегрев всех систем. Неважно. Задача победить любой ценой. Победить любой ценой принято. Вот это да! Эврика все-таки вырывается вперед! Да! Победа! Система перегружена. Система перегружена. Система перегружена. Кажется, у лидера гонки проблемы. Эй! Интеллект, ты чего? Да, зеленая гонка может иметь неожиданные повороты. Может, все-таки включишься? Не все потеряно! Молодец, интеллект! Лишний груз сброшен. Оптимальный вес для победы достигнут. Победить любой ценой. Интеллект, стой! Стой, кому говорю! Ну что ж, гонка продолжается! Но что происходит? Машина Эврики едет без Эврики? Судя по всему, искусственный интеллект Эврики начал грязную игру. Приехали! Срезаю дистанцию. Эй, та моя ферма! Тыквы! Корово! Что за фокусы? Так нечестно! Леди Фокус! Дымовая завеса. Машина Эврики выбила почти всех участников гонки! У нее остался один единственный соперник! Флора, машина Эврики сошла с ума! Да, это глючная выбила всех из гонки! Тут все в дыму! Понятно. А где сама Эврика? Не знаем. Машина едет без нее. Бак, собери остальную команду и помоги всем участникам гонки. Скаут, ты найди Эврику. А я постараюсь остановить ее машину, пока она все тут не разнесла. Лена, хват! Сделай захват! Лотелейка, дорогу по Лейка! Репей, лебедка, работает четко! Кыш! Лора, я нашел Эврику! Она тут неплохо зависает! Эврика, как остановить машину? Останавливать научный эксперимент? Никогда! Ты лучше посмотри, что твоя машина натворила! А теперь представь, что случится, когда твой искусственный интеллект доедет до города! Ладно. Любой умный изобретатель... А я самый умный изобретатель. Всегда продумывает, как отключить свое изобретение. Что нужно сделать? Нужно вытащить флешку. На кону уже не просто кубок. На кону весь город зеленый. Боюсь даже представить, что устроит машина Эврики, если Флора не сможет ее остановить. Не так быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! И у нас есть победитель! Точнее, победительница! Стой! Стой, моя милая! Вот доработаю искусственный интеллект. Тогда он точно победит. А-а-а! Не хочу на дерево! Предлагаю гонку-реванш. Экологичную. На велосипедах. Запись номер 114. Приступаю к разработке велосипеда с искусственным интеллектом. Раз, два, три. Лови! А-а-а! Какой классный пес! Это не совсем пес, Скаут. И это делает его еще круче! Умница, Ньютон. Хороший робопес. Вот бы и мне собаку. Скаут, так ты любишь собак? Обожаю! Всегда мечтала собаки. Отлично! Мне надо уехать на денек. Присмотришь за Ньютоном. А когда вернусь, сделаю робопса и для тебя. Мне присмотреть за Ньютоном? А потом робопса тоже мне? Да! Что это с ним? Он счастлив. Робопес Это корм для робопсов. Нужно давать по штучке в час. Банка сама напомнит, когда кормить Ньютона. У меня как будто своя собака! А теперь супер-трюк! Подпрыг к клубочкам! Молодец! Хороший робопес! Скаут! Идем кататься на досках? Ну, я еще хотел с Ньютоном в прятки поиграть. Покатаемся, а потом попробуем у пекаря новые булочки с кремом. Ммм, вкуснятина! С кремом? Уговорил! Ньютон, я скоро вернусь! Только сегодня лучшие верблюжьи стекла в городе! Но, мисс Прилавок, в городе Зеленый нет верблюдов! Скидка сорок процентов! Беру! Какой милый! И странный! Робокотопес! Или робок-ротокот! Или робок-ротокот! Хотя все в порядке! Пес покормил себя сам! Зеленый отрек! Зеленая тревога! Срочный вызов от фермера! Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран! Привет, фермер! Что случилось? Команда Флоры, привет! Какой-то робот испортил мне грядку тыкв! А теперь поедает морковку! Ой, это же Ньютон! Как он там оказался? И почему на нем значок кролика? Скаут, отправляемся с тобой на ферму и во всем разберемся! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила, перекати поля! Сила, Команда Флоры! Вот он, вредитель! Ньютончик, ко мне! Сейчас я его поймаю! Он как будто забыл, что он пес! Скачет прямо как кролик! Это очень странно! Пеатрис, соедини меня с инженером! Ньютон ведет себя как кролик? Угу! Для прошивки робота я использовал программу, которая имитирует поведение разных животных, но настроил ее на пса! А настройки могли сбиться? Да, если бы робот получил слишком большой заряд энергии! Но ведь скаут кормил его, как полагается, в час по косточке! Эээ, пес съел всю банку! Зато я его поймал! А-а-а! Кручусь-верчусь, от льва качусь! Кролик мне нравился больше! Флора, пересылаю тебе программу для настройки Ньютона! Программа загружена! Флора, осторожнее! Флора вызывает базу! Лия, Фортуна, нам нужна ваша помощь! Скоро будем! Сила Клевера! Сила Лианы! Ребята, стрековизор обнаружил Ньютона в лесу! Наверняка он, как лев, ищет добычу! Да, надо остановить его, пока не пострадала экосистема леса! Фортуна, ты приманишь робопса! Лия, ты спрячешься, и когда появится Ньютон, свяжешь его Лианой! Пора завязывать с этим делом! Скаут, ты вставишь флешку с программой! Ага! Работает! Эй! Лиана, хват! Сделай захват! Спасибо, Лия! Лия, цепляйся! Ньютон, спокойно! Сейчас мы тебя починим! Скаут, беги! А-а-а! Уф, лягушка это хорошо. Лягушка меня не съест. Скаут, нужно остановить Ньютона. Если он прыгнет в воду, то испортится окончательно. Но как? Флешка сломалась. Нужно яркое воспоминание, которое напомнит Ньютону, что он пёс. Придумал. Ньютон, подпрыгь к клубочкам. Ну же, Ньютончик, подпрыг к клубочкам. Ура! Получилось! Прости, инженер, что я не уследил за Ньютоном. Главное, что всё хорошо закончилось. Правда, Ньютон? И я подумал, что своего пса мне заводить рано. Поучусь ещё немного этой, как её... Ответственности, скаут! Ага, точно! Всё время забываю. Тогда приходи играть с Ньютоном. Он будет рад. Играть я люблю! Ньютон, догоняй! Крутышки! Ух ты, рука робота! А нет, понял? Это супергеройская перчатка! Нет, скаут. Это перчатка дистанционного действия. А как ей играть, Флора? Она не для игры, Фортуна. С её помощью можно поднимать предметы в воздух. Например, чтобы доставать мусор из реки. А работает перчатка с помощью этого чипа. Смотрите. Круто! А разве взлетать должна была не банка? Да. Кажется, перчатка не настроена. Наконец-то мой робот-помощник с искусственным интеллектом готов. Инженер 2.0. Здравствуй, великий изобретатель. Эх, теперь я смогу нормально выспаться. Будешь подменять меня, пока я отдыхаю. Подменять великого изобретателя какая честь. Что нужно делать? Почини все эти вещи. Без проблем. 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 Ой, забыл настроить. Сейчас. Готово. Всё, я спать. Туда, где меня никто не потревожит. Инженер 2.0, остаёшься за меня. Великий изобретатель сказал, что я тоже инженер. Значит, я умею изобретать. А зачем чинить так много приборов, если можно создать один универсальный? Что это такое, инженер? Где мой фен, который ты обещал починить? Это универсальный прибор, мисс Прилавок. Называется Крутышка. Внимание. Привет, Крутышка. Нам нужен фен. В нём есть абсолютно всё. Ого. Инженер, кажется, я влюбилась в твою Крутышку. Уверена, каждый в городе зелёный захочет себе такую замечательную вещь. Думаешь? Тогда я сделаю ещё, ещё, ещё. Уверена, всё. Время медитации. Крутышка, включи спокойную музыку. Кто выключил музыку? Флора, верни меня назад! Никак не получается её настроить. Ой, прости, Лотти. Ничего, зато теперь я могу сказать, что взлетел во время медитации. А что это с Крутышкой Лотти? Эй, Крутышка, очнись! Похоже, она попала под действие полиперчатки и сломалась. От неё одни проблемы. Зелёная тревога. Зелёная тревога. Что случилось, Беатрис? Залежи руды истощены. В атмосфере превышено содержание углекислого газа. Реки и озёра на грани исчезновения, так как воду активно и безгранично, используют для работы завода. Неужели инженер всё ещё производит Крутышки? Беатрис, срочно свяжись с ним. Стрековизоры не могут найти инженера. Скаут, Бак, отправляйтесь на завод. Нужно срочно остановить производство. Возьмём их с собой? Конечно, вдруг пригодятся. У природы беда, команда Флоры! И Крутышки! Спешат туда! Но я не могу остановить производство. Мне надо сделать много-много Крутышек для каждого жителя планеты. С кем ты разговариваешь, инженер? Мы здесь! Да нет, здесь! Прошу прощения. Возможно, не до конца настроен инженером. Не настроен? Так ты что, робот? А что ты сделал с нашим инженером? Сделал? Нет, это он меня сделал. Я инженер 2.0. Да что мы с ним разговариваем? Давай его просто выключим. Выключите. Меня, Крутышки, режим защиты инженера 2.0. Эй, Крутышка, ты чего? Отпусти! Репей! Без промаха бей! Ой! Флора, нужна ваша помощь! Тут Крутышки разбушевались, а вместо инженера какой-то инженер 2.0. Команда Флоры на Страже Природы! Рано радуетесь. Крутышки, нужно подкрепление. Водомет без промаха бьет! Попалась, непослушная Крутышка! Ой! Поймала! Эй, я не просила сладкого! Я выключу инженера 2.0! Крутышки! Крутышки, охраняйте вход Какой же вредный этот инженер-дваной Наверное, он держит настоящего инженера в плену Надо как-то обезвредить крутышки А что, если использовать твою перчатку? Помнишь, как она отключила мою крутышку? Отличная идея, Лотти Наконец-то от этой перчатки будет толк Надо только убрать функцию полета Эй, крутышки, мы здесь! Сделать перчатки для всех было отличной идеей, Флора Я же говорил, супергеройская перчатка Снова вы? Да когда же вы от меня отстанете? Все-все-все крутышки Режим тотальной защиты инженера 2.0 Ой, а что с этим будем делать? Их слишком много! Есть идея! Лия, нужна твоя помощь И дайте мне чипы из ваших перчаток Включаю автопилот Инженер 2.0, ты проиграл! Сдавайся! Инженеры не сдаются! Флора, а на него твоя перчатка подействует? Наконец-то я выспался! Что тут происходит? Великий изобретатель вернулся! И после этого он натравил на нас свои крутышки А нечего было пытаться меня выключить Прости нас, инженер 2.0 Мы подумали, ты злой Это ты сделал? Крутая вещь! Ах, да! Инженер 2.0 Флору нужно слушаться Она спасатель и защитник природы Беатрис, расскажи, пожалуйста, инженеру 2.0 О том, как правильно изобретать без вреда для природы При изобретении и запуске в массовое производство новых устройств Обязательно нужно учитывать фактор влияния на окружающую среду Это может глобально истощить ресурсы и загрязнить атмосферу Выходит, я не умею изобретать Великий изобретатель Разбери меня на запчасти, чтобы я снова не навредил природе Не умеешь изобретать? Глупости! Тебе просто надо подучиться Ну и уметь вовремя остановиться А для начала можешь починить бангелье Зачем так много транспорта, когда можно, можно, можно Хотя ладно, лучше просто починить А-а-а! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин